Книга «Открытым оком». Вопрос 43. Тема «Обращение ко Христу». Человек после принятия Христа исповедался, а на следующий день его сбила машина. Что это значит? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это откроется только в вечности. Но частично это событие внезапной смерти открывает Священное Писание. Премудрость Соломона, 3 глава, с 1 по 7 стих. А души праведных в руке Божией, и мучение не коснется их. В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас уничтожение. Но они пребывают в мире, ибо хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их как золото в горниле, и принял их как жертву всесовершенству. Премудрость Соломона, 4 глава, 18 стих. А праведник, если и равновременно умрет, будет в покое, ибо не в долговечности честная старость и не числом лет измеряется. Мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь возраст старости. Как благоугодивший Богу он возлюблен, и как живший посреди грешников приставлен, восхищен, чтобы зло бы не изменило разуму его, или коварство не пролистило души его, ибо упражнение в нечестии поворачает доброе, и волнение похоти развращает ум незлобивый. Достигнув совершенства в короткое время, он вспомнил долгие лета, ибо душа его была угодна Господу, потому что ускорил он из среды нечестия. А люди видели это и не помнили, даже и не подумали о том, что благодать и милость со святыми его, и помышления об избранных его. Праведник, умирая, осудишь живых нечестивых, и скоро достигшая совершенства юность, долголетную старость неправедного. Ибо они увидят кончину мудрого, и не поймут, что Господь определил о нем, и для чего поставил его безопасность. Они увидят и уничтожат его, но Господь посмеется им.